Продолжение следует... 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 Советникам предлагается выступать не более одного раза по одному и тому же вопросу. Если нет других предложений, замечательно прошу проголосовать. Кто за? Против? Продолжение следует... Советникам предлагается выступить на заседании. Подписать решение про такого заседания совета в случае, если кто считает, что не сможет их подписать. Предлагаю кандидатуру советника Серджу Голова. Кто за? Против? Продолжение следует... Переходим к рассмотрению первого вопроса. Заключение специализированной комиссии. Заключение финансовой комиссии положительное. Стоит учетом следующих поправок. Абонемент его на проездной для детей, учащих в частном школе. Оставить на уровне 40 лет. А также изменить дату из 21 до 22. Заключение специализированной комиссии. Заключение специализированной комиссии. А вот у вас микрофон работает. А переводчики присутствуют? У меня есть просьба. То, что мы договорились с вами, что мы будем пенсионеров перезвести на 1 час больше с 9 до 12. Это остается в СИИ. Есть второе предложение. Мы сегодня встречались с Мироном на Новых Вельцах, с людьми, которые в воле судьбы остались сыном без доставков. Значит, там 27-30 детей, не больше, людей, которые не имеют сегодня финансового доставка. Так, как есть просьба, или как, опять же, договоренность, чтобы мы с вами говорили этот вопрос, чтобы этих детей перевозили бесплатно. До 30-ти. Это именно люди, которые сегодня не имеют финансового покрытия. То есть это социально уязвимые семьи. Родители у них сегодня в очень тяжелом состоянии находятся финансово. Но будем так говорить, не кушать ничего. Чтобы эти детей перевозили бесплатно. 30-ти. Сможете, да? Спасибо большое. Но как на Новые Вельцы. Новые Вельцы, да. Новые Вельцы. Новые Вельцы. из обучениях в первую очередь, которые преследуют в $40 рублей. Это же сумма будет разратиться от отца до школе профессионально и коллеги из города города города. Почему? Потому что, да, это гриметь сходов, но для многих детей из этих институтов, бурса будет быть у нас в зависимости от того, что в первую очередь, в первую очередь, в первую очередь. И для студентов, которые учат студии в инвестиции, предоставлены в инвестиции, это 60 рублей. И для того, чтобы улучшить и уменьшить, и уменьшить, и уменьшить, и уменьшить в первую очередь и только за кадром. Первой очередной, здесь и у нас получают свои ученики. Деленевые ученики и ученики изучают изучения в условиях этой компании в власти. Спасибо. Спасибо за просмотр. Продолжение следует... 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 И просил этих людей, которые сидят сзади зала нашего, просил, чтобы они терпели и говорил, что может снизиться НДС, может снизиться акциз. Вот это была личная договоренность. Сегодня, когда солярка была 17, а сегодня 27, ну, личная договоренность закончилась. Понимаете, вот что я могу предпринять. Вы на прошлой сессии обратились к премьер-министру? Вы, как советник, обратились. Но пока нет ответа от премьер-министра. У вас есть депутаты ваши. Обратитесь к вашим депутатам. Обратитесь к вашим партнер-организациям. Пускай они вам ответят, почему они не контролируют сегодня тариф. Кроме цен на нефть, я имею в виду и реформа транспорта, значит, автобусного банка. Реформа транспорта. Я про это вам говорил уже неоднократно. О том, что мы будем закупать электрический транспорт, то есть троллейбусы. Только тем самым мы можем получить гранты от банков. Только по этому пути мы можем идти. Сегодня открыть новый автопарк, как вы предлагаете, я вам скажу по сравнению с нашим Кишиневым. Сегодня Кишинев имеет минус 900 миллионов только на транспорте. 500 миллионов это электрический транспорт и 400 миллионов это муниципальный автобусный парк. Что вы предлагаете нам? Открыть очередной парк, заранее зная, что он будет иметь минус 60 миллионов? Вы это предлагаете сделать сегодня в городе? Я думаю, что если вы глубоко изучите этот вопрос, чисто с финансовой точки зрения, тогда вы поймете, что троллейбусное управление, муниципальное управление, пусть это будет называться автобусный парк, он не может работать нелегально. Он не может работать с одним водителем. Он должен работать минимум 4 водителя, 4 кондуктора, каждые полгода менять резину, менять запчасти и заправлять это топливо. Мы не можем сегодня позволить себе эти минус 60 миллионов. Я очень просто сожалею, что вы не изучали этот вопрос. Я надеялся, что вы его изучили, но вы сейчас задаете мне вопросы, которые, наверное, знает студент первого курса автодорожного института. Спасибо большое. Переходим к голосованию. За основу. Мы голосуем за основу. Кто за? Против? Разрежали? Шесть разрежали. Расскажите, пожалуйста, еще раз вашу предложение. Расскажите, пожалуйста, Кто за? Против? Разрежали? Было предложение, господи Бордиан. Для высших учебных заведений поменять на 60 лет. И коллеги, 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 коллеги. Лобби, коллеги, коллеги. Это уже сказал, вы, слушаете. Мы бацанулли паршек секундарь-генерал. А эти коровы, коллеги или коллеги, 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 коллеги? Против? Люди прогнозували, С hypere. Они должны... Смотрите, я бы объяснить. Я просто абобыр. Может, не все понимают, это государство. Предложения госпожи Краевской было в том, чтобы учебный заведен Darkovan TB прохладиться ему х Dip , поправку госпожи Бадьян и колледжи и профессиональные школы тоже ездили по 40 лет А 60岁 было только в институты Вышло учебный 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 учеб нашел один Продолжение следует... Продолжение следует... Уважаемые советники, вы утверждили положение, которое предусматривает, что в проект решения могут вноситься изменения, предложения по вносению изменений предлагаться вам. Дайте микрофон. В положении точно так же прописано, что два предложения, которые противоречат друг другу, если одно предложение было поставлено на голосование и за него проголосовали, другое предложение, которое противоречит этому, за которое проголосовали, оно уже не ставится на голосование. Виталий Викторович, в чем противоречие? 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 Сергей, мы с Вами договаривались, с Вами, с другими фракциями, со всеми независимыми с Вами, мы говорили и пришли к этому выводу. Сегодня, получается, опять какие-то дополнительные вопросы. Все, спасибо. Давайте обсуждать второй вопрос. Вопросов нет. Ставим на голосование. Кто «за»? Что «за»? Было. Второй вопрос. Кто «за»? Я сказал. Я сказал. Против. Поддержались. Третий вопрос. Отнесение, изменение, дополнение, решение Совета муниципальных бюджетов, номер 17-1, от 10-12-2021, об утверждении муниципального бюджета Беллс на 2022-2022. Заключение комиссии. Вопросы, предложения. Ставим на голосование. Кто «за»? Против. Поддержались. Аминь. Переподаю к четвертому вопросу. Запросы, вопросы следить. Аминь. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...